Всем привет! Ну что ж, мы купили себе в семью 2 Mi 11 Lite И спустя почти неделю тестов, даже чуть больше, я хотел бы поделиться своими впечатлениями И это будут впечатления не только мои, но и моей жены Те баги, которые выявила она, те баги, которые нашел я И расскажу о том, как, с чем, как бороться И, собственно, я думаю, что это видео будет вам интересным Ну что ж, давайте приступим и поговорим о том, вообще, как так получилось, что у нас их два в семье стало Купил я себе Xiaomi Mi 11 Lite Купил я его на замену Mi 9 Lite Которым я пользовался и души в нем не чаял И даже не продавал бы его, если бы не небольшие нюансы То есть, хотелось обновиться, хотелось смартфон с более быстрой памятью И хотелось немножко уже прокачать камеры Потому что камеры, на самом деле, в Mi 9 Lite отличные Но Mi 11 Lite, я просто посмотрел, что они из себя представляют И я понял, да, я хочу Ну и хотелось больше дисплей И я устал от тяжести На самом деле, линейка Lite, вот, в девятой модели, в девятом поколении Она куда-то улетела в сторону тяжести, крупногабаритных таких размеров и так далее А вот этот вернулся в родные просторы И действительно называется Lite по достоинству Итак, вот я себе купил Mi 11 Lite Мне он понравился, я его показываю жене Она говорит, а я тоже такой хочу И в итоге, я купил их два То есть, я купил себе и купил ей Получается, этот я купил себе сначала, голубенький Он мне тоже понравился по цвету, все Ну, она хотела очень светлый смартфон А я уже думаю, ну, чтобы не было два одинаковых Купил себе еще серый Серый я покажу вам чуть попозже Когда уже буду его в тестах показывать и так далее А сейчас поговорим про эту модель, которую мы активно тестируем И делаем определенные выводы по плюсам и минусам Начну сразу с главного плюса этого смартфона Это его батарейка и автономность Высадить его на максимальной яркости очень тяжело даже за 10 часов То есть, это должны быть какие-то игры Какой-то постоянно включенный 4G Тогда, да, 8,5-9 часов и он высадится Но не забывайте, что это на максимальной яркости Если яркость будет автоматическая или там 75%, 14-15 часов вам обеспечено При условии, что это будут обычные стандартные задачи То есть, пофоткать там, в социальных сетях пообщаться и так далее Конечно, в играх он будет чуть активнее разряжаться Дальше, что меня очень порадовало, это экран Да, у него есть небольшой нюанс, что у него есть остаточное изображение Но этот нюанс проявляется только тогда, когда вы оставляете смартфон Точнее, картинку, недвижимой в течение большого промежутка времени То есть, есть какая-то картинка, которая не меняется И с течением, допустим, там 15-20-30 минут Она оставляет такой след на экране Но этот след, он не постоянный, это не выгорание дисплея Он заменяется дальше, обновляется Когда вы начинаете что-то активное делать на дисплее Ну, вот приведу пример Допустим, вы включили камеру И вот здесь у вас есть вот эта полоска, да, черная Вот эта полоска и вот эта нижняя полоска Если вы оставите камеру вот в таком состоянии минут на 15 То потом, когда вы выйдете из камеры Вот здесь будут такие полоски темные Такие разграничения, полоски останутся И даже элементы камеры, вот такие, как вот эти три решеточки Да, там может быть надпись HDR Они тоже будут слабо, но проявляться И, собственно, как от этого избавиться То есть просто не нужно оставлять смартфон вот в таком состоянии Когда он, вот, неизменяемая картинка у него и так далее Вы скажете, а у меня вот такая задача Не переживайте, что если у вас появились такие полоски И они у вас останутся Никаких проблем не будет Вы в обычном использовании это все потом Сами и исправите Например, вы заходите там в тот же инстаграмчик Зашли в инстаграм, полистали ленту Картинка движется Пиксели обновляются Все, эти полоски пропадают Потом, например, зашли в ютубчик Там вообще красота Когда заходите в ютуб, на весь экран его расширяете У вас все пиксели будут обновляться Ну, при условии, что в ютубе вы не смотрите статичную какую-то картинку Ну, это глупо, конечно Вы посмотрите какое-то видео Все пиксели обновляются Спустя полчаса у вас все Картинка обновилась У вас этих полосок не будет Поэтому не стоит переживать Что у вас остаточное изображение на дисплее Во-первых, нужно очень постараться, чтобы оно появилось И, во-вторых, очень легко оно убирается само по себе А если вы используете смартфон в обычном таком режиме Вы постоянно что-то листаете, что-то смотрите То у вас не будет таких полосочек Всяких значков, пикселей Таких типа выгоревших Их не будет Все будет нормально Еще момент, который вот недавно жена заметила Это Google клавиатура Она у нее залипла То есть ты нажимаешь, а кнопка не нажимается Она, допустим, текст нажимается Текст появляется спустя секунду Нажал, секунду подождал, букву появилась Нажал, букву появилась Много раз вот так нажал И буквы так медленно начали появляться Пытаешься удалить, так медленно удаляется Это был баг Google клавиатуры Исправляется он очень просто Заходим в Play Market Здесь вбиваем Gboard Удаляем клавиатуру Вот здесь нажимаем удалить После этого у вас появится кнопка обновить Нажимаем обновить Все, клавиатура у вас будет работать прекрасно Буквально недавно мы это исправили И все было здорово Вы скажете, да ты все врешь Тут у тебя по-любому какие-то проблемы с дисплеем Я специально установил такие программы для тестов дисплеев И вот смотрите, собственно, что с моим дисплеем Как он работает Тест Поехали Дефектные пиксели Яркость 50% И вот смотрите Есть у меня какие-то проблемы с дисплеем или нет Вот разные цвета вам, пожалуйста Есть какие-то полоски, может быть Значки какие-то Есть? Вот вам белый полностью фон Серый Такой серый Никаких проблем Вот вам черный Говорят, у черного какие-то проблемы Какие-то артефакты Вот вам черный цвет Вот вам желтый и сразу черный Вот вам серый и сразу черный Никаких проблем вообще нет с дисплеем Все четко Все ровненько Напомню, да, смартфон в эксплуатации Уже активной эксплуатации То есть жена его заряжает каждый день Она его разряжает до 20%, до 25, до 30 Вот за день сколько у нее уходит Примерно до 25 она разряжает его При этом она играет в игры много Много общается в социальных сетях Именно по видеосвязи То есть это WhatsApp, это Telegram и так далее И вот за это время никаких проблем Ну все, уже закончились цвета То есть дисплей отлично показывает Никаких артефактов на нем нет Еще момент, который хотелось бы отметить Это то, что у смартфона мне немножко не хватило Стабилизации в режиме видео Сама видеосъемка здесь отличная Мне нравится, как фокусируется Мне нравится, как держит фокус Детализация Мне нравится цветопередача Мне нравится фоторежим Фото возможности По камере здесь у меня вообще никаких претензий Но вот может быть софтово они чуть-чуть потом доработают И возможно стабилизация будет лучше У меня был Mi 8 Lite Это тот смартфон, после которого я влюбился в линейку Lite Он был легкий, он был быстрый, он был с шикарной камерой Но Mi 8 Lite у него был один нюанс У него была достаточно маленькая батарейка И всегда хотелось, чтобы он был чуть более автономный Появился Mi 9 Lite Я его купил и все И после этого я не пересаживался с Mi 9 Lite ни на какой другой смартфон Был у меня еще Samsung Я там некоторое время им попользовался Но понял, что я вернусь на Xiaomi и так далее Но об этом у меня есть видео на канале Так вот, Mi 9 Lite это тяжелый громоздкий гроб Вот этот, этот легкий, удобный, большой дисплей Ну смотрите, как идеально он просто сидит в руке Притом, я вам скажу также мнение жены Она не хотела менять смартфон У нее был Mi 9 SE У нее был Mi A2 У нее были такие достаточно компактные смартфоны И она не хотела менять свой Mi 9 SE Ну просто потому, что все смартфоны, которые я ей показывал Говорю, вот смотри, хочешь обновимся? А нет, он большой, нет, он неудобный Даю ей Poco X3 Pro в 8256 Она говорит, нет, огромный, не хочу Вот этот, она говорит, о, вот этот классный Вот этот удобный Поэтому, если кто хочет себе обновить Вот вы девушка, например, да? Или вы хотите девушке сделать подарок Или маме, там, сестре Вот этот аппарат, я больше чем уверен Будет очень нравиться не только визуально Но и в плане тактильном, в плане удобства Для тех, кто переживает, что смартфон будет слишком, допустим, громоздким Нет, этот аппарат, он тонкий При этом очень долго держит И, что хотелось бы отметить, великолепное качество связи Вот за это время мы используем здесь две симки Вот, кому интересно, две симки сейчас активны Сейчас, если выключить дисплей Кран блокировки, вот, Unite и Orange Две симки И прекрасно работают они и в 4G И прекрасно работает связь Я связывался даже в тех местах, где обычно плохо ловит Невероятно, но он очень хорошо ловит Поэтому, если кому нужен хороший именно как телефон То это то, что нужно И еще момент, это качество звука Невероятное качество двух динамиков Прекрасно просто смотреть ролики в ютубе Какие-то фильмы, особенно фильмы, которые идут с тихой звуковой дорожкой Звук из наушников здесь посредственный Не скажу, что он меня впечатлил Он точно такой же, как и был на всех смартфонах Может быть, я его просто не раскусил Потому что еще не подключал к нему более дорогие модели наушников И еще, что хотелось бы отметить Это я оговорился, я делал распаковку У него поддерживается карта памяти Я некоторое время тестировал с ним карту памяти на 256 гигабайт Он прекрасно работает с картами памяти 256 гигов скушал И вообще ему никаких не затыков, ничего Он подумал, что это его родная память Он настолько быстро с ней работал Поэтому, кто хочет к нему купить Эта версия на 128 У них, по-моему, на 64 Не помню, по-моему По-моему, есть на 64 Рекомендую сразу брать 128 Тогда вам сразу две симки можно установить О картах памяти можно забыть Ну, либо, если у вас одна симка Берите на 64 и на 256 карту памяти И память у вас будет за глаза В итоге, какой вывод? За свои деньги аппарат очень интересный Я с удовольствием меняю свой Mi 9 Lite на этот Mi 11 Потому что, ну, я получаю удовольствие от этого аппарата Если кому-то интересно, у меня будет еще много всяких тестов Отзывов об этом смартфоне В играх протестируем Уже я его тестировал активно В играх тут Он выше всяких похвал тянет Все игрушки У него отличная плавность изображения Ну, об этом в отдельном видео поговорим То есть, это аппарат Вот кто-то говорит Ой, там вот за эти деньги Такой плохой процессор Ребята, ну, не смотрите вы на цифру процессора Вы смотрите, как он работает Вот у меня Poco X3 Pro, будь он не ладен Здесь процессор круче Стоит он точно так же, как этот девайс Да, у него процессор мощнее Но толку с этого процессора Если сам смартфон дико разряжается Потому что он не оптимизирован Здесь из коробки Мы еще даже прошивку не обновляли Он работает превосходно Он не разряжается сам по себе Ночью, когда ты оставляешь его на ночь Он не разряжается, как Poco, например То есть, у него из коробки Все прекрасно работает И процессор работает прекрасно из коробки Поэтому, ну, я не знаю, там, кого вы слушали Но вот процессор здесь прекрасный Быстро работает интерфейс Быстрая разблокировка Разблокировка по лицу просто моментальная Молниеносная здесь Ну, никаких затыков Здесь пользуешься и просто получаешь удовольствие Спасибо всем за внимание Кому интересно, где можно купить этот девайс По супер классной цене Ссылки в описании Там же будут ссылки на 2 кэшбэка Что вы могли сэкономить А если вы из Приднестровья Заходите в нашу барахолку Там будет много классных товаров По тоже классным ценам Пополняемся, стараемся регулярно Все, пока!